Детские сады 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 каждый год покупать. Почему? Куда он делся? Столик купили, куда он делся? Понятно, есть вещи, которые имеют амортизацию, износ. Рекомендации губернатора финансовую деятельность амурских дол изучит прокуратура. Педагогам глава региона посоветовал обратиться в Минкульт. Если творческие коллективы начнут выступать в детсадах, родителям не придется тратиться и на организацию досуга. Всем недовольным поборами стоит обращаться в Минобор. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город». В профильное министерство и городское управление образования уже поступают жалобы. Правда, на обилие платных услуг в детских садах. Рисовать, танцевать и петь дошколят учат за деньги. Какие знания и умения они приобретают бесплатно, родители не могут понять. Ответ в следующем сюжете. Наша съемочная группа наведалась в детский сад номер 3. Давайте! Раз, два, три! Утро в детсаду номер 3 началось по свистку. Малыши укращают воздух. Свистят, выдувают мыльные пузыри в рамках коррекционного занятия. Благодаря его веселым упражнениям за два года Саша Володин научился говорить. Раньше мальчику не давались даже звуки. Теперь он читает стихи. И во все осваивает азы геометрии. Кого делаешь? Ёжика. Ёжика? А какие тебе для этого фигуры нужны? Овал. А еще? Полукруг. Общеобразовательные занятия педагоги проводят чаще, чем коррекционные. Чтобы не перегружать ребят. Разнятся на них и методы преподавания. Больше отличий нет. И те, и другие позволяют сформировать навыки и умения. Занятия по опытной экспериментальной деятельности, которые проводятся в нашей группе, дети их очень любят. Почему? Потому что это всегда очень интересно. Работа с материалом, проведение опытов. Почему мы проводим эти занятия? Потому что они развивают мышление, логику, ну и, конечно, речь. При этом ребята в буквальном смысле играют. Даже если учатся писать и читать. Такую форму преподавания установили федеральные власти. Занятия и игра связаны воедино. ФГОС у нас говорит о том, что дети развиваются повсюду. Сейчас, если вы спросите ребенка, чем вы занимались и какое занятие, у нас нет слова «занятие». У нас есть слово «игра». Через игру ребенок получает все необходимые знания об окружающем мире. И с этим своим багажом поступает в школу. Такие полезные игры бесплатны всегда и для всех. Полный перечень того, чему учат педагоги, можно узнать в любом из детсадов. К слову, тот, что под номером 3, в этом году выпустил почти 250 ребят. То 25 из них с нарушениями речи и зрения. Все на общих основаниях учатся в школах. Наталья Бернацкая, Любовь Чуприна, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». И к другим темам. Сегодня утром на перекрестке улиц 50-летия Октября и Красноармейской перевернулся микроавтобус. Лечь на бок его заставила машина в два раза меньше по габаритам. На место аварии вызвали реанимобиль, но, к счастью, помощь медиков никому не потребовалась. По предварительной информации, в ДТП виноват водитель Мазды Бонга. При повороте налево он не пропустил легковой автомобиль. В результате столкновения с ним и завалился на бок. Более подробно в обстоятельствах аварии разберутся инспекторы. Между тем, стали известны подробности другого дорожного происшествия, в котором в воскресенье на аэропортовской трассе погибла женщина. Виновница ДТП оказалась была нетрезвой, да еще и без прав. Водительского удостоверения она лишилась за месяц до смертельной аварии, также и за пьяной езды. На котельной районно-сплавной конторы установили уникальное для Благовещенской оборудование. Оно избавит работников от ручных замеров температуры и давления воды. Стоит автоматизированная система управления 5 миллионов рублей. Почему ее редко устанавливают на угольных котельных, расскажет наш корреспондент. Эти цифры – самые важные показатели для котельной. Красная означает фактическую температуру воды в котле. Зеленая – та, до которой ее нужно нагреть. Одну из емкостей запустили в работу всего 20 минут назад. Расхождение в полградуса, давление и даже состояние электроприборов фиксирует автоматическая система управления. Электромонтеру 6-го разряда Сергею Тяпкину понравилось. Ему теперь нужно просто смотреть на табло. Это экономит время и силы. Вдвое, можно так сказать. Более лучший контроль автоматический стал. И меньше, получается, нужно вручную осматривать. Котельная района сплавконторы первая в Благовещенске обрела автоматизированную систему. Устанавливать ее там, где жгут уголь, обычно не спешат. Горючий камень, в отличие от газа и мазута, неоднороден. Сложно обозначить до доли градуса температуру, при которой он хорошо горит. В АКС сложности не испугались и потратили на устройство около 5 миллионов рублей. Уверены, усилия работников и траты себя оправдают. Даже рядовые потребители заметят эффект. В первую очередь, более стабильное теплоснабжение за счет управления сетевыми насосами. Это меньшее количество гидроударов, соответственно, меньше порывов, меньше перерывов в теплоснабжении. Оценили новинку благовещенские депутаты и заодно проинспектировали работу котельной. Дома отдаленных районов должны отапливаться не хуже тех, что построены в центре города. К котельной сплавконторы в итоге претензий не нашлось. Более того, она впечатлила функционалом. На данной котельной есть два источника электроснабжения, а также есть дизельный генератор. Так что в случае, если, допустим, какие-то перебои с электроэнергией, она всегда будет работать. Там 5-6 минут, как нам сказали, все включается, все работает. Автоматизированную систему контроля установят еще на трех котельных города. 101-го, 74-го кварталов и Маховой ПАДИ. Монтаж завершат 1 ноября. Кристина Коширина, Андрей Белый, программа «Город». В расписании 9-го и 11-го маршрутов изменения. С 18 октября автобусы делают дополнительную остановку на улице Краснофлотской. Ее оборудовали вблизи спорткомплекса «Юность». По поручению мэра областного центра и по многочисленным просьбам горожан. Самое главное, действительно остановка находится в безопасном месте. Детям не нужно переходить дорогу и далеко отходить от места тренировки тоже сейчас нет необходимости. Прежде, чтобы уехать домой на общественном транспорте, юные спортсмены вынуждены были проходить пешком по кварталам в сторону Лозой или Первомайской. Зачастую по темноте. Новый же остановочный пункт хорошо освещен, а происходящее вокруг фиксируют видеокамеры. Новый сквер появится в Благовещенске в следующем году. Его благоустроят на территории железнодорожного вокзала. На заброшенном участке высадят деревья, выложат плиткой пешеходные дорожки. С такой инициативой руководство станции обратилось в управление ЖКХ. Администрация города идею поддержала. В этом году в Благовещенске появилось три новых сквера и несколько аллей. Городские власти подвели итоги самой масштабной за последние пять лет озеленительной кампании. За весну и осень в Амурской столице силами работников мэрии, лесхоза и рядовых жителей высадили три тысячи саженцев самых разных деревьев и кустарников. От привычных берез и тополей до краснокнижных, манчжурских, ореха и ясеня. Таким образом, Благовещенск обогнал соседний Хабаровск по количеству зеленых зон. И не будет на этом останавливаться. Если берем Москву, где создаются и Краснодар, новые парки создаются. Здесь, кроме бюджетных средств, привлекаются еще и средства частные, то есть вне бюджетные источники. К сожалению, у нас в городе Благовещенске нет таких больших организаций, которые могли бы профинансировать. Но в то же время, если есть желающие, то, конечно, мы готовы рассмотреть. То есть мест у нас достаточно много. Что, сколько и где будут садить весной, станет ясно после формирования бюджета. Как зовут Благовещенца, что изобрел внутривенный наркоз? И в каком из городских зданий жил один из самых богатых граждан Российской империи? Найти ответы на эти и многие другие вопросы можно в формате игры. Семейный квест «Самый-самый Благовещенск» презентовали в Центре эстетического воспитания. Отпечатали полторы тысячи экземпляров. Каждый стоит 777 рублей и состоит из карты маршрута формата А2, копий архивных фотографий и документов для поиска ответов. Над составлением работали архитекторы, художники и краеведы Благовещенска, Томска, Москвы и Санкт-Петербурга. Наша цель простая. Это у нас просто зачем? Очень просто. Затем, чтобы каждый человек, который прошел хотя бы по одному маршруту, чтобы он влюбился в Благовещенск окончательно и бесповоротно. Влюбиться в Благовещенск уже пожелали 70 семей. Они пройдут один из маршрутов. После чего предоставят создателям квеста свои ответы. Самая находчивая и быстрая семья получит кубок мэра Благовещенском. Кубок, который я с удовольствием вручу тому, кто первым семьей пройдет по городу и докажет, что он житель города Благовещенск, а может быть это будет гость города Благовещенска, что именно он любит город, знает его историю и готов в этот город вложить в его настоящее будущее тоже душу. В Благовещенске откроется склад гуманитарной помощи. Его сотрудники намерены оказывать поддержку студентам из малообеспеченных и многодетных семей, но в первую очередь пострадавшим в каких-либо чрезвычайных ситуациях. Пожар был в общежитии медицинской академии. Пострадали несколько человек, были полностью повреждены комнаты, то есть выгорело абсолютно все. Вещи первой необходимости для студентов-погорельцев собирали несколько дней. Идея склада в том, что они будут храниться на полках на постоянной основе. Пока же авторы идеи объявили сбор – одежды, обуви, канцелярских товаров и предметов личной гигиены. Принести их можно в здание управления по делам молодежи по адресу Ленина, 97. Общественники обещают помогать всем, кто обратится за помощью. Сегодня, 19 октября, в ОКЦ для благовещенцев споет слава. Послушать хиты популярной исполнительницы совершенно бесплатно сможет победительница нашего розыгрыша. Накануне в рубрике «Лишний билетик» мы спросили, какой цвет глаз у певицы. Первый правильный ответ – «Кари». На редакционный телефон прислала Галина Пастухова. Удача улыбается благовещенке вторую неделю подряд. Выигранный в прошлую среду пригласительный на концерт Стаса Пьехи женщина отдала дочери. На славу пойдет сама. Мне весь репертуар ее нравится. И одиночество, и все, какие она поет, мне все нравятся. Поэтому я с удовольствием пойду. Пойду одна, потому что все у меня заняты. Поэтому не получится с кем-то пойти. Если же все же компания найдется, в кассе ОКЦ придержали билет на соседнее место. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова